Итак, продолжаем рассмотрение налоговых споров, и на этот раз речь пойдет о спорах, связанных с налоговой выгодой. Конечно, следует заметить, что центральным ключевым событием 2017 года в налоговой сфере стало появление в части 1 Налогового кодекса статьи 54.1 НКРФ. С одной стороны, направленный на противодействие злоупотребления в налоговой сфере, но с другой стороны, направленный на исключение предъявления необоснованных претензий налогоплательщикам, ну и, в принципе, участникам налоговых отношений. Главный вопрос, который возник у специалистов с появлением статьи 54.1 НКРФ, стало то, каким образом данная статья повлияет на существующую практику в отношении налоговой выгоды. И этот вопрос связан с тем, каким образом, в принципе, оценивать появление статьи 54.1 НКРФ. И здесь существует два подхода. Первый подход связан с тем, что статья 54.1 НКРФ, по сути дела, легализует в той или иной мере те подходы, которые отражены в постановлении номер 53, которое было принято еще Высшим арбитражным судом. И данный подход, по сути дела, означает то, что принципиально практика по рассмотрению налоговых споров в части налоговой выгоды не изменится. Поскольку статья 54.1 НКРФ, она, по сути дела, отражает подходы, существующие в постановлении 53, то, во-первых, статью 54.1 НКРФ нужно понимать с учетом постановления номер 53. И, во-вторых, то, что соответствующая статья 54.1 НКРФ будет применяться наряду с постановлением номер 53. Но есть и другой подход, согласно которому статья 54.1 НКРФ является отражением новых тенденций в отношении налоговой выгоды. Иначе говоря, специалисты, во-первых, указывают на то, что с появлением статьи 54.1 НКРФ многие положения постановления номер 53 нельзя будет применять. Ну и соответствующий подход означает, что вообще практика по налоговой выгоде должна изменяться существенным образом. И здесь следует заметить, что основанием для такого вывода во многом, то есть, скажем, не то, что основанием, а такой подход в том числе поддерживает Федеральная налоговая служба, которая в своих письмах, реквизиты которых вы видите, ориентирует налоговые органы на то, что, во-первых, статью 54.1 НКРФ не надо воспринимать в качестве некого способа кодификации постановления номер 53, а это означает, что и содержание статьи 54.1 НКРФ не должно уясняться с учетом содержания постановления номер 53. Исходя из этого, во-первых, налоговые органы считают, что после проверок, которые проводятся после появления статьи 54.1 НКРФ, нельзя упоминать в актах, которые составлены по результатам таких проверок, нельзя упоминать, во-первых, постановление номер 53, во-вторых, не следует применять те подходы, которые отражены в постановлении номер 53. Так, например, указывается на то Федеральной налоговой службы, что непроявление должной осмотрительности не может служить основанием для отказа в применении налоговой выгоды. Ну, кроме того, ставится под определенное сомнение вопрос применения расчетного способа, расчетного метода при определении налоговых обязательств, в том случае, если, скажем, установлено, что контрагент налогоплательщика носит признаки формальной организации компании, но при этом не вызывает сомнения, во-первых, реальность товаров, которые поставлялись, а во-вторых, нет доказательств того, что налогоплательщик как-то связан со своим формальным контрагентом. То есть, если раньше практика высшего арбитражного суда, доверховного суда, исходила из того, что можно в отношении расходов по налогу на прибыль применять расчетный метод, то сейчас с появлением статьи 54.1 НКРФ данная практика ставится под вопрос. Что касается практики Верховного суда РФ в связи с появлением статьи 54.1 НКРФ, то следует заметить, что Верховный суд не стал активно применять статью 54.1 НКРФ. Здесь, кстати, следует заметить, что в отличие от Верховного суда, ниже стоящие суды, в общем-то, достаточно активно стали применять соответствующую позицию, соответствующую статью 54.1 НКРФ. То есть, по-моему, первый акт появился то ли в сентябре, то ли в октябре 2017 года с осылкой на статью 54.1 НКРФ. Что касается Верховного суда, то первое упоминание было в деле Зодиак-сервис в самом конце 2017 года. При этом следует заметить, что суд отклонил ссылку налогоплательщика на данную статью, указав, что в данном случае претензии налогового органа не носят формальный характер, а связаны с тем, что представлены доказательства отсутствия реальности операции. Следует заметить, что и в 2018 году все акты Верховного суда, но это отказные определения, в которых упоминается статья 54.1 НКРФ. В данном случае в них отклоняются ссылки на статью 54.1 НКРФ. И в данном случае либо используется аргументация, которая использовалась в деле Зодиак-сервис, либо указывается на то, что в принципе статья 54.1 НКРФ не должна применяться с учетом порядка ее вступления в силу. В общем, порядок предусматривает то, что статья 54.1 НКРФ может использоваться только в налоговых проверках, которые назначены после вступления данной статьи в силу. То есть, как видите, пока во всяком случае на практику Верховного суда статья 54.1 НКРФ никакого влияния не оказывает. Ну и здесь следует также обратить внимание, что Верховный суд продолжает активно ссылаться на постановление номер 53 Высшего арбитражного суда. Ну и, кроме того, активно продолжает использовать наработанные за долгое время различные подходы применительно к налоговой выгоде. Здесь есть должность осмотрительности, применение расчетного метода и так далее. Ну а будет изменяться практика, либо нет, посмотрим в будущем. Будем за этим следить.